Я смотрю здесь просто, они знакомятся от своих родителей, так, поверхностно о христианстве, и потом то же самое копируют и используют в своей жизни. Но причем снова о христианстве, которое христианством не является, поскольку вот если брать народные вот эти все христианства, то там и калятки они в христианство записали, и, допустим, купала они в христианство записали, и освящение вербы они записали, и медовый спас записали, и целую кучу всего того, что как бы не имеет оснований ни в Библии, ни в Евангелии. А если какими-то белыми, здоровезными, очевидными нитками оно и было пришито, то понятно, что оно было пришито. То и же иудеи, и растения другие, и природа по-другому реагирует, допустим, на зиму, на лето, поэтому... Они боятся еще, ну как вот христиане это присуще, боятся, им присущ страх Божий, и они даже боятся спросить и задать вопрос об этом, человеку, который в этом разбирается, ну, в самом христианстве, ну, какому-то батюшке. Они вот испытывают такое благоговение и страх что-то спросить, чтобы не навлечь на себя гнев Божий, вот так вот. И все этим ограничивается. Все. Вот что это за такое говение или говнение, вопрос другой. Но правда в том, что Иисус им в Евангелии сказал, что вы, боги, сыны Всевышнего, все вы. То есть, есть конкретная формулировка, что они имеют потенциал, имеют возможность, имеют право, имеют обязанность развивать божественную свою природу. Есть такое? Угу. И, соответственно, они это все не хотят делать. То есть, получается, несмотря на то, что они готовы там меня, допустим, и других людей, и третьих людей, и даже друг друга жрать и уничтожать, поскольку как бы не их на и религии, но реально они не своей религии во всех смыслах этого слова. Они не своей религии, потому что они пытаются следовать иудейской секте. Они не своей религии, потому что они даже той религии, которой они пытаются следовать, они ее не знают. И они даже не пытаются это узнать. Так о каком разумности, о чем вообще можно говорить? Мне нравится, как Невзоров с ними на эту тему общается. Он говорит, допустим, есть в вашем Писании традиционный способ проверки, являетесь ли вы верующими. Они же там начинают, что их чувства верующих оскорбляют. Он им говорит, хорошо, вот есть методика, вы же говорите, что вы верующие, надо проверить, а вдруг вы не верующие. Ну как нам это же там не измерить, не взвесить, что кто верующий, кто не верующий. Есть способ. Если, соответственно, веры, хочешь взгорчичное зерно, скажи, горе сдвинуться, гора сдвинется. Хоть правда вообще эта формулировка такая интересная, что лучше бы ее не было, и что с ней делать непонятно. Поскольку непонятно, какое слово и понятие использовалось вместо понятия веры. Там непонятно, ну много чего там странного и непонятно. Ну ладно, то есть. Это показывает как бы парадоксальность и несостоятельность вот такого псевдо-христианства, которым является нынешнее христианство. И люди там себя самообманывают. Потому что реально, если честно, каждый из них задумается, он поймет, что, ну для того, чтобы, допустим, узнать, как ухаживать за коровой или за овцой, или там как посадить какой-то плод, ну нужно этому обучаться, нужно это изучать, нужно пытаться это понять. А как же, соответственно, можно чего-то достигнуть, не пытаясь это достигнуть? Больше того, каждый из них или помнит свое детство, или имеет собственных детей, и видел, что дети тоже пытаются садить некоторые растения, но эти растения увядают, если они неправильно это все делают. То есть, понятно, что такого вот бездумного следования чему-то, чего человек сам не понимает, оно никогда не принесет пользы. Это везде в практической жизни, это, ну, общеизвестно. Так же же или как? И перед ними всегда есть честный выбор, самим задуматься над этим вопросом и ответить на него, или остаться в плену иллюзии. Или как? Есть опровержение? Есть. Да, значит, все так. Так вот, это и есть тот главный глюк, когда люди не хотят направляться ко Всевышнему. Вот та же самая знакомая, за которую я уже говорил, что у нее там ряд священных образов Всевышнего и богов, которые я ей предоставил. И вот недавно я с ней встречался, и она сказала мне такую штуку, что она сейчас только повторяет мантру, и что она уже ничего не хочет изучать, как-то так. Ну, мы очень недолго говорили, и поэтому, возможно, она что-то другое имела в виду за теми словами, которые она сказала, или, возможно, я их неправильно услышал. Уже было такое, что как-то некоторые слова, которые она говорила, потом она сказала, что она их не говорила. Поэтому я такие уточнения на всякий случай допускаю. Однако, мною были услышаны ее слова, что она только повторяет мантру, и ничего уже не хочет изучать, потому что как бы много, и как бы так, и как бы всяко. Но на самом деле, как бы что, она так и не сформулировала конкретного ответа, почему она не хочет изучать. Но реально я понимаю, первое, что мантра – это не звук, и повторение мантры означает направление сознания ко Всевышнему. Невозможно направить сознание к тому, кого не знаешь. Ну, или как, или есть опровержение. Да нет, все так. Чем насыщеннее, ярче образ Всевышнего, богов, чем больше знаешь, тем тебе легче направиться к этому образу. Ну, тогда же это не только по Всевышнему, это по всему. Вот, допустим, можно видеть столы, можно знать, что столы есть, но если как бы не разбирать столы и не собирать столы, не будет опыта, и при первой попытке его собрать будут проблемы. А дальше, чем больше иметь опыта в плане разборки и сборки столов, будет все лучше и лучше, качественней и понятней, можно будет вообще чуть ли не закрытыми глазами это делать. Ну, так и с любыми знаниями, больше того. Вот, и на своем опыте, и на опыте тех других людей, которых я знаю, которые реально пытались направиться ко Всевышнему, я знаю такое, что если мы реально хотим направиться, мы пытаемся о нем изучать все, что только возможно. Со всех сторон. И так, и сяк, и переизучать то, что раньше изучили, а снова переизучить, чтобы на новом уровне осмыслить, потому что, возможно, раньше упустили или не нашли какие-то мысли в том, что раньше изучали. А если поставить такой вопрос, что мы ничего не хотим изучать, то я понимаю, что реально человек направиться ко Всевышнему не хочет. Реально, может быть, ей материальный мир настолько осточертел, что она хочет из него куда-нибудь деться. Еще у меня есть один такой знакомый, который тоже хочет куда-нибудь деться. На самом деле, еще несколько. Ну, просто в разной консистенции, в разной пропорции, в разной конфигурации это все у них проявляется. Но при этом все они хотят куда-то деться, и все они хотят понять, куда они хотят деться, как они это хотят, и вообще зачем это все нужно. И вот это тоже та же самая самооманна, пыхатая, как она описана в поучениях Саргаста, когда человек сам себя обманывает. Ввиду того, что человек хочет нечто, или не таким путем, как это достижимо, или нечто то, чего нету, он идет на обман, как бы предполагая, что если он захочет, чтобы это случилось, то оно случится. Вот как та же знакомая мне сказала, что она будет хотеть, чтобы Всевышний ее забрал, и Всевышний ее заберет в Духовный мир. Ну да, это само обманывание. Это очень даже дебильное представление о Всевышнем, поскольку Всевышний же не негодяй какой-то, который бросил нас в материальный мир, вот чтобы мы помучились здесь. А он исполнил наше желание. И, соответственно, как только человек побеждает материализм, вот как Шукра Рахман, человек может идти куда хочет. Может оставаться в материальном и проповедовать, может возвращаться в духовный. Перед ним нет ограничений, реально открываются все эти возможности. Слава Всевышнего. Ну так, вечная слава. Да. Ну так это же даже понятно. Вот, например, как можно перестать играть в компьютерную игру, если в нее играть постоянно? Для этого нужно взять и перестать. Ну так же или как? Ну нет, если есть другие какие-то теории, другие представления, я готов их услышать. Может, я что-то неправильно понял, или что-то не учел? Ну или как? Конечно, конечно, все так. Просто нужно не забывать себя, кто ты есть. Знать об этом, помнить всегда, в каждых своих действиях. Помнить, что ты искра прежде всего, не ассоциировать себя. И еще перед тем, как помнить, нужно понять. Потому что на самом деле я не верю, что у вас есть качественное на данный момент понимание себя, как искры. Есть скорее некое теоретическое знание на этот счет. Потому что качественное понимание и возможность использовать вот эти свои функции, она уже кардинально повышает очень многие параметры. И это нужно, это все развивать, нужно в эту сторону двигаться постоянно. Ну да, так я и хочу развивать и двигаться. Больше информации, больше понимания. Потому что пока есть только представление, очень такое обобщенное об этом деле. Вот там упоминается наука о покрытиях. Это же имя отношения к этому, да? Да, это описание разных тонких тел, начиная от самого первичного и до биологического, и до излучения. Ну, тоже интересно в этом направлении развивать свое понимание. Но для этого нужно знать буквицу. Как в этом направлении? Я двигаюсь в этом направлении. Я себе, вы знаете, вот сфотографировал на флешку рукописи, потому что не всегда удобно их с собой носить, они объемные. И на планшетик флешку вставляю себе там, чтобы не забывать, так постепенно, так вот изучаю. И как получается? По возможности. Я не скажу, что я доволен. Всегда есть такое ощущение, что нужно больше этим заниматься. Так естественно, что нужно больше. И я знаю, что мне нужно больше. Например, если бы я не занимался никакими другими делами, то я бы несколько десятков раз лучше бы понимал и переводил древние тексты. Поэтому как бы это всегда есть куда двигаться. Главное, чтобы была хоть базовая возможность их читать. Поскольку все и сразу перевести я не могу просто. Ну вот здесь то, что пересекается с этим самообманом. Твои повседневные действия, мои повседневные действия. Чем меньше будет самоотождествление себя с иллюзией, тем больше будет осознанности и возможности заниматься необходимыми вещами для твоего духовного развития. Так я понимаю. Так, но правда в том, что отрешиться от самообмана можно хоть прямо сейчас. Главное захотеть это сделать. И понять, что это нужно. И в действительности понять, что это нужно. Знаете еще как бывает, когда вот это понял раз, понял два. И у некоторых людей, даже вот по себе, иногда раньше, я знаю, что когда вот чем-то воодушевился, а потом опять как подпадаешь в иллюзию, и тебя немножко это огорчает. Вот, я к чему говорю это, чтобы не терять надежду, а всегда, всегда как бы быть как в первый раз, с желанием заниматься, развиваться в духовном развитии, никогда не опускать руки. Ну, то же самое можно, как бы, чтобы лучше было понятно или лучше объяснить. Вот когда ты засыпаешь, вот ты, допустим, провел день качественно, заснул, потом перезагрузилось твое сознание, нужно опять выходить на этот же уровень понимания и стремления ко Всевышнему, к духовному росту. Вот этот вот сон как раз отдает эту перезагрузку, как бы стараясь по-новому себя заводить, поднимать на тот же уровень, что вчера был, допустим. Вы понимаете, что я говорю? Ну да, но здесь тоже, здесь тоже целый ряд глюков я уже нашел. Во-первых, начнем с желания. Желание – это уже то, что не является синонимом осознанности в любом смысле. Желания, они происходят или из биологического тела, или из тонких тел, или из других каких-то областей. Но пока есть желания, осознанности все равно не будет. Осознанность – это отсутствие любых желаний. Поскольку у большинства эзотерика, вот я их осматриваю и понимаю, допустим, у одних склонность к эзотерике возникла ввиду идеи, что они вообще хотят просто обычной материалистичной человеческой жизнью существовать, но они подцепились, допустим, на идею, что чтобы полноценно жить в материальном мире, или вообще жить, они не задумываются насчет материального духовного мира, то есть, чтобы полноценно жить, нужно и здоровый дух, и здоровое тело, ну, тело у них уже есть, вот, значит, нужно изучить фэн-шуй, изучить сатья-сай-бабу, изучить кастанеду и прочую живность, чтобы еще был здоровый дух, соответственно. Ну, и некоторые даже достигают какого-то уровня осознанности, но все это исходит из первичной задачи. Первичное – не стремление ко Всевышнему, а стремление просто хорошо жить в материальном мире. Ну, или возьмем некоторых переводчиков славянских надписей. Один товарищ рассказал, что, соответственно, он просто задался вопросом, а сможет ли он перевести, то есть, сможет ли он придать значение, чему угодно. Потому что он уже понял, что ему кроссфорды разгадывать как-то уже, ну, не то. Он уже поразгадывал, получил этот опыт, уже неинтересно. А сможет ли он славянские типа руны переводить? Ну, вот изначальный такой посыл, когда просто «а смогу, не смогу», он не является никаким путем, критерием к истинности. Поскольку при таком изначальном посыле можно любые закорлючки, как угодно, назвать это переводом, но к реальности и к тому, кто эти закорлючки наносил или вообще не наносил, они сами собой возникли, как бы это не имеет уже отношения. Ну, так возникли руны Макоши, например. Там потом есть ещё ряд других больных примеров, типа Новоохроноложества там и тот же самый Задорнов. Потому что нет изначально правильного понимания. Есть разные желания. Вот у многих российских товарищей, у них, значит, такое желание восстановить справедливость по отношению к великому русскому народу, которого все всегда притесняют и, соответственно, не признают за ним первенства. И они корни великого русского народа ищут хоть где угодно. Ну, потому что изначально не задача познать истину, как она есть, а изначально задача восстановить справедливость по отношению к русскому народу. При этом нет непонимания, что такое справедливость, нет непонимания, что такое русский народ. И что они от этой справедливости хотят, допустим. Ну, а что здесь смешного? Смешно то, что, да, они действительно эти понятия не разбирают, не берут во внимание их значение, глубину, и поэтому нет целеполагания правильного. Ну, да, вот англичане они чуть поинтереснее сделали. Англичане понимают, что они не могут претендовать на какую-то древность не только в мировом масштабе, а даже на своих островах. Ну, поскольку там это одни других резали, другие третьих резали, третьих четвёртых перерезали, в результате кто-то кого-то недозавоевал, и так вот оно всё и устоялось. Это если коротко. Начиная, допустим, от самых-самых-самых ранних и заканчивая, соответственно, англами, саксами и ютами. И то, как они уже... А потом ещё викинги туда пришли, как они это всё доделали. Ну, поэтому они так. Они прошлись по миру, завоевали Индию, завоевали Египет, завоевали нынешний Ирак, и сказали, вот, типа, это самые древние очаги цивилизации человечества. Но мы их тоже завоевали, поэтому мы как бы самые-самые в историческом плане. Поэтому они даже ввиду своей такой вот доктрины, они даже не попытались себе приписать то, что на самом деле на английском написана клинопись, или на английском английскими рунами там... Короля Артура, допустим. Английскими рунами Короля Артура написаны египетские надписи о том, что это храм Короля Артура. Не, ну, по аналогии с некоторыми российскими товарищами, могли бы такое обрезятельно придумать. У них... Для своего населения они правильно тоже... У них своя обрезятельность. Да, да. И кто их слушает? В основном свое население. Ну да. В России свои раскрученные проповедные очки. с историей и проблема в том, что получается, ее создают ввиду нынешних политических заказов, ввиду общественных заказов и так дальше. А реально то, что, допустим, в Турции откопали Гебетли Тепе, читал Хуюки, целый ряд других древних городов, то, что есть древние города, которым там 10-20 тысяч лет и по всему земному шару находят. Это, соответственно, все или как-то пытаются не туда записать, или искусственно придать им более примитивные черты, или же просто объявить подделкой. Просто потому, что есть некая доктрина. Просто потому, что по христианам и прошлись, по эзотерикам тоже чуть-чуть. Пойдем на атеистов священной войной, так сказать. А у атеистов такая, значит, зараза, что снова самообман, который прождает следующую вот эту заразу, что поскольку, значит, Бога нет, то можно действовать как хочется. При этом, снова, если они дошли до какого-то разумного финала своей вот этой мысли с эгоизмом, то они бы пришли как раз к идее, что нужно игнорировать низменные склонности тела, потому что тело не является нами. Но они так далеко захотеть не хотят. Они такие, вот, если жизнь одна, и Бога нет, и никакие заповеди не являются руководством к действию, потому что Бога нет, и рая нет, и всё равно как человек живёт, с кем хочет может трахаться, что хочет может пить, но они не берут во внимание, что при незаконном половом отношении, соответственно, при постоянном создании и создании и создании новой спермы тратятся ресурсы организма, с помощью которых организм мог бы прожить на несколько лет больше, чем он проживёт при таких условиях, и не берут во внимание, что при употреблении алкоголя соответственно разрушается и организм, и мозг в частности, и способность к мышлению вообще дохнет. То есть получается снова нет глубинного осмысления даже своей идеологии. Кроме того, в интернете я просматривал Докинза, я просматривал Михаила Лидина, просматривал того же Невзорова и ряда других разных товарищей, атеистов. Все их атеистические концепции, их правильнее бы называть не атеистами, а анти яговянами или антихристианами, поскольку к ведической системе описания Всевышнего их аргументы относительно того, что Всевышнего нет, вообще неуместны, но никак неуместны. Ну, например, одна из таких критических штук, они говорят, о, а у вас в Библии написано, что мир был создан за семь дней, вот какие вы примитивны, мы доказали, что миллиарды лет. Но снова, это чисто к авраамическим религиям. Это Библия, Тор, Харам. И все. То есть данная идея имеет чрезвычайно узкое применение. Дальше идея о том, что Бога нету. Интересная идея. Ну, а собственно, какого Бога нету? Бога как деда на тучке в ночной рубашке с охапкой змей, которых он за пазухи достает и на народ избранный кидает. Ну, так нету. Ну, реально летали в атмосфере не найдено рассадника змей и деда вот этого какого-то. Правда, религиозные могут сказать, что 2000 лет назад он еще был, но просто уже от старости сдох. Но это тоже будет необоснованно. И если он сдох, то как бы царствие ему небесное. А если его на небе нет, то что это за бред? Но вот если понимать, что Всевышний проявлен как солнце, то ни один атеист не сможет доказать, что солнца нет. По крайней мере, потому что его реально видно. если понимать, что телами богов является земля, является вода и так дальше, то ни один атеист даже не попытается доказать, что воды или земли нет. Атеисты сюда притащат следующую телегу. Она называется неодушевленность. То есть идея одушевленной и неодушевленной природы. Но собственно и человеческая одушевленность она как бы не доказана с материалистической точки зрения. Ни один тест наличия души, наличия разума не подтверждает. Просто можно по косвенным признакам определить, что есть такие функции. Так же или как? Ну или как? какие есть идеи, какие есть соображения? Ну да, я слышу, я с вами согласен и осмысляю. То есть вот по анализу крови определить это мертвый человек или живой, если он сразу умер и сразу взят анализ крови, не получится. То есть по весу тоже говорят, что взвестили душу, это тоже не то. То есть даже у человека ни душа, ни дух не подлежит материалистическому какому-то измерению. Так как можно данные элементы пытаться измерить или сказать, что их нет у других элементов? Например, у воды, у земли и так дальше. Кроме того, вот есть вполне научное заключение наличия памяти у воды. Реально, если разбираться, память есть не только у воды, а у всех элементов. Реально, если разбираться, математики смотрят на мир, и мир, он математически точен. А хаос не может породить математическую точность. Значит, есть некий план, есть некая идея. Вот, кстати, та картинка, как её осмысление. Там, где ряд картинок на красном фоне, такие палки, разветвляющиеся в древо. Как их осмысление? Ну, я так понял, как вот написал в комментарии, что красный фон, как структура материи, да, вот искры, которые уснули, пришли во Вселенную, Всевышний отпустил, они как ассоциируются у меня, как с заснувшими искрами, как кирпичики, те, которые ещё всё строятся. и постепенно, как вот, на картинке проявления искр, которые пришли по замыслу Всевышнего создавать те механизмы для возврата заснувших искр, для их пробуждения, для возврата в духовный мир. Хорошо. Но дело в том, что красный фон, он там просто потому, что красный фон будет в видеозаписи, где будут детально рассказывать про данную штуковину. Оно называется древом Леонардо да Винчи, или древом Пифагора. Соответственно, на основании расчётов Пифагора создан создано такое уравнение, как бы, которое называется древом Пифагора. И вот это, причём, древо Пифагора бывает, когда оно составлено из линий, а бывает, когда оно составлено из квадратов и треугольников. То называется просто древо Пифагора, а это называется голое древо Пифагора. В принципе, по данной структуре строится элементарное математическое вообще понимание. И если дальше мы смотрим, по данной же структуре в объективном мире строятся снежинки. Если дальше мы посмотрим по данной структуре священной, идеи, которая лежит в глубине священная симметрия и дуальность. Единоначальность, священная симметрия и дуальность. По сути дела здесь везде единоначальность как бы изначальная естественно подразумевается, плюс сохраняется священная симметрия и осуществляется процесс дуальности. И в начале материального мироздания соответственно мысли Бог с помощью создания сварги на основании изначальной вот той линии мыслей Бога. Всевышний смог испустить как бы в две стороны Истанбога и Чеслобога, существование которых породило еще две развилки. Появление во-первых Белобога и Чернобога, а во-вторых и Истанбогу с Чеслобогом пришлось тоже несколько переформатироваться под состояние сварги. Поэтому там я дважды записал Истанбога и Чеслобога. Ну а дальше они уже преобразили соответственно структуру сварки и поэтому я там написал Почему древо с Пифагором размышлял тоже на этом вещи? Ну это все из-за уровней происходит. Сама графическая конструкция. Но если реально взять ведическую символику, взять славянскую вышивку, взять руническую вязь, монограммы Одина, например, которые известны в скандинавском мире, взять изображение мирового древа, которое присутствует и на скифском, и на сарматском, и на трипольском наследии, взять принципы священной симметрии, которые есть на египетских саркофагах и на куче других экспонатах, но о которых я говорил в видеозаписях. Даже в архитектурных композициях в Одессе в некоторых местах есть принципы священной симметрии. И в принципе, если мы берем ведические знания, то мы понимаем, что то, что изображено как древо Пифагора, это просто тот объективный принцип, который в основу мироздания заложил Всевышний. И дальше и в строении человеческого тела, и в размножении человека, и в строении дерева, и в строении животного, и в цивилизационных структурах всё это постоянно дублируется. Вот это же древо мы можем, допустим, написать там, где у нас мысли Бог, мы можем написать позвоночное. Ну и дальше написать, допустим, теплокровное, хладнокровное. Или нет. Сначала запишем так, что у нас будут с одной стороны рыбы, ну или здесь ещё тоже можно рыб в первую вот эту базовую линию записать, а тут у нас будут теплокровное, хладнокровное. Там динозавры всякие пойдут, там пойдут всякие зверюшки. И на центральных вот этих перекрёстках, которые там же показаны, у нас сойдётся ветвь арыбочей и скипировочей. То есть как с разных сторон. Белобог, чернобог. Нет, не Белобог, чернобог, а если берём эволюцию конкретно, вернее, как бы биологическую жизнь на прошлой и нынешней земле, то у нас есть два разумных человеческих вида. это скипировочи, человекообразные рептилоиды, которые произошли от скипоря. Ну и соответственно арыбочи, которые всё-таки ближе к млекопитающим и теплокровным. То есть та же схема применима не только для построения материи, та же схема и для истории. Я в принципе потом возможно когда-то и историю разных государств напишу туда же. Сначала у нас есть единая рата, потом расходится северная и южная ведическая традиция, потом происходит дальнейшее дробление. Можно так допустим записать. Можно в языковом плане записать. Все эти возможности есть. и все это по одной и той же схеме, которая будет одинаково как допустим для чисто математического построения, так и для древа эволюции, так и для обычного древа, которое на улице растет, так и для листка, которое на этом же древе, для его прожилок вот этих. Часто прожилки также по этому принципу структурируются. И для человеческого тела в каком-то смысле. Правда, человеческое тело намного сложнее там, ну, снова, в каком-то смысле. Здесь не прямая аналогия, но аналогия тоже есть. Поэтому это тоже показывает, что был тот, кто эти все аналогии создал. с точки зрения хаотического возникновения, оно вообще совсем непонятно, почему оно так должно было возникнуть. Оно могло возникнуть как угодно, где симметрия была бы или вообще не было бы симметрии, к примеру. Но все сделано именно для того, чтобы эта симметрия была. при этом симметрия заложена как один из базовейших просто принципов, из всех базовых принципов в материальном мире. Снова вот атеисты, ученые атеисты. Я смотрел конференцию недавно ученых относительно виртуальности нашей реальности. И там они соответственно это все ученые, которые отказались от концепции Бога, которые считают себя атеистами до непонятно какой части своего тела. Но они соответственно говорят, ну а может быть мы все живем в виртуальной реальности и может быть есть программист, который эту реальность создал. Может быть. Поскольку у реальности есть некоторые особенности, допустим, как перенесение на квантовом уровне некоторой информации, как некоторые другие особенности. Ну вот возможно. Потому что здесь снова противоречие на противоречии. Они до конца не изучили то, что они считают концепцией Бога, и они ее откинули. Они считают, что если на таком материалистическом принципе создания виртуальной реальности на данный момент сидит человечество, то и высшие цивилизации, которые смоделировали всю эту Вселенную, по их мнению, должны сидеть также на таких же компьютерах, просто более мощных. Вот они не предполагают, что вместо компьютеров могут быть совершенно другие механизмы. Намного более совершенные, которые они сейчас не способны даже представить, как бушмены сто лет назад не смогли бы представить компьютер. Они просто замыкают в своем же сознании своими ограниченными пониманиями. Вот она сама омана пыхатая. Когда с одной стороны есть самообман, а с другой стороны ложный эгоизм, что они такие великие открыли что-то новое или опровергли что-то старое. Хоть они даже не поняли, что они открыли то самое старое, что перед этим они сказали, что они опровергли. И при этом они открыли вот это самое старое не в той чистоте, полноте и совершенстве, как оно описано, по крайней мере в индуизме. Я даже не говорю за рахманскую традицию, хотя бы в индуизме. Ведь в индуизме концепция иллюзорности материальной реальности описана очень хорошо. Есть фундаментальные труды, которые фактически буддизм своими корнями туда и идут. И они вместо того, чтобы попытаться изучить вот эту древнюю мудрость, состыковать ее со своим реальным научным опытом и пойти дальше, имея уже те векторы, которые записаны в древних текстах, они просто собирают конференции, где они рассказывают, какие они великие, и как они открыли то, что сами еще не поняли, что, но что-то как-то вроде как, а может и нет. Театр абсурда, если так вот. Сама Амана пыхата, как она в получениях сагаста обозначена. Снова вот эти политики наши, которые ищут концепцию новых украинцев. Что это за покемоны мутанта вещь непонятная еще, которого они представляют в виде нового украинца. Но куська с ними, как говорится. И при этом они пытаются так, скрестить казачество, христианство, возможное упоминание о какой-то древности, о той же трипольской культуре, при том неграмотное упоминание, как правило, и европейскую интеграцию. Мне кажется, нашим украинцам нужен новый образ самих политиков. А политики к нам как с луны доставлены? Политики выросли с того же болота, которыми является наш народ, которым являются окружающие нас народы. Вон, там в России некоторые восстают, что у них там такие политики плохие, а они сами какие? А что же они из-за этих политиков голосуют? Они же сами их себе ставят, они сами так же хотят воровать друг у друга, как эти самые политики. Просто у них не получается, или не в той мере получается, а у политиков получается, и зависть возникает. Или кто-то уже там не может воровать, отворовался уже, а политики еще воруют, и они такие политики, какие же вы плохие, вы воруете, а мы не можем. Но все потому, что они не хотят по-настоящему. Вот с этого и христианизация началась. Вот та же самая Ольга. Ольга могла бы честно пройтись на костер. Или если она не хотела идти на костер, то по-крайней мере не претендовать на свое некое чрезвычайное величество, которое она вокруг себя иллюзорно пыталась выдумать. А просто сказать, что да, у нее нет нужных качеств, чтобы сознательно за мужем пройти виной мир. Все как бы. Ее бы никто не заставлял идти на костер. Но она сама себе хозяйка в конце концов. И больше того, если она не может осознанно за мужем перейти виной мир за князем Игорем, то соответственно смысла ее сжигать нет. Но она с одной стороны не хотела соответствовать тому, чего она о себе напридумывала. С другой стороны она и не хотела в костер идти. Поэтому она придумала, что все это неправильно, и что она умнее всех, и она приняла христианство. И снова был Святослав, который учился у Рахманов, который понял, насколько все это дебильно, насколько все это неправильно, насколько все это противоестественно, даже в самой Византии, где поколение через поколение друг друга вырезают за иконопоклонничества или иконоборчества. В Византии там постоянно были внутренние конфликты о том, поклоняться иконам, не поклоняться иконам, бороться с ними, не бороться, так называть Бога, не так называть, не называть Иисус Бог, Иисус не Бог, Мария богиня, Мария не богиня. Вот в принципе там постоянно вот эти конфликты были. Императоров одних называли еретиками, других отступниками, а третьих вообще данные стирали из истории. И Святослав, ну это да вы что, ну как бы ну как бы это как любому современному человеку, допустим, с Европы предложить, чтобы он принял бушменский образ жизни или образ жизни каких-то там островитян, которые собственной мочой купаются. И довольны жизнью. Ну да, или как в Африке есть одно племя, которое в сухих условиях они лижут коровьи разнообразное выделение, ну и у них вообще проблемы с телом страшные от этого. Пошли. Ну то есть как вот это все для нынешних людей воспринимается неприемлемым и ущербным, так и с точки зрения Святослава было принятие вот этого всего мракобесия, которое Ольга хотела с Византии затаскать. И он сказал, что религия христианская, юродство есть. При этом он не сказал, что Иисус какой-то юрод или что-то такое. Он не сказал, что идея любви, за которой пытаются христиане спрятаться неправильно. Он не сказал, что там Иисус что-то не так делал. Он конкретно сказал, что вот эта система, которую с Византии Ольга хотела затаскать, является юродством, является ну просто отсталостью, бешенством, болезнью и всем этим по очереди вместе взятым. поскольку были реальные свидетельства с времен князя Олега купцы имели привилегии торгуя в Константинополе. Оттуда купцы ездили в Киев и другие города Руси. То есть было видно, как собственно христиане византийского толка живут, как они мыслят. И для Святослава это все дикостью было. Он это все по-быстрому отсюда убрал, пока зараза не распространилась. Но уже через буквально несколько десятилетий все это обратно вернулось в еще более жесткой форме. Потому что Владимир с одной стороны это все начал навязывать, а с другой стороны народ начал на это покупаться. Ну просто прошу подумать, сколько было войск Владимира, сколько было тех же варягов, сколько было тех же византийских наемников, в противовес всей Киевской Руси, огромной, которая была больше Византии. То есть реально у Византии не хватило бы войска, чтобы заставить всю Русь принять христианство. И сработало на слабоумии, на подлости, на низости и на деградационности людей. Когда тех, кто не был согласен, их уничтожали, но находились твари, которые еще дальше помогали уничтожать тех, кто не согласен и навязывать все это дело. И собственно, ну известно, Русь распалась, начались усобицы, и только Гедеминовичи, и Данила Галицкий, все такое, как упорядочили. Снова все восходит не к тому, что нас кто-то захватил, нас кто-то поработил, а к тому, что народ сам это допустил. А рахманы, князья, философы, их всегда мало. И да и что там, допустим, некоторые рахманы соглашались, как их зажигали, а что делать? Убивать этот весь народ? Ну да, и Дизб же не навязывался, он выкидал из от наших предков, воплощение. Так, а все равно не поможет, если убить, допустим, всех этих существ, ну, другие придут, а другие скажут, вот они убили, то есть, ну, не поможет. Если реально люди не сделают выбор к развитию, то им ничего не поможет. просто просто с политической, там, с других, с финансовой, с третьей, четвертой сторон, можно им как бы подсказать, как бы подставить максимально удобный путь. Ну, это как князь Ант, допустим, сделал. Он запретил мясоедство, он ввел жесточайшее наказание за алкоголизм, за мясоедство, за незаконные половые отношения, за попытки скотоложества и так дальше. А там один из военачальников, который был наполовину греками, который служил в его войске, он был зафиксирован за скотоложеством. И несмотря на то, что он как военачальник был достаточно качественным, Ант лично помог ему избавиться от данной проблемы с помощью меча. И навсегда уже. Ударь был князь. Ну да. Но всё равно часть из Антского царства бежали на окружающие территории. Ну, те, которые были склонны к деградации. Поэтому всё равно государственная система может составить удобный путь. Нынешняя государственная система составит удобный путь к деградации. Можно составить удобный путь к развитию. Немного с вот этой сама маной зловещей понятно или как? Ну, да. Что дальше? Интересно была лекция. Это видно. Другие не ,